расскажу как исправить огрехи гидроизоляционной мембране ну по крайней мере попробую рассказать видите вон дырочка сейчас мы залезем я покажу один способ который читал мне кажется он не совсем надежный потом покажу второй руби кажется гораздо надежнее находим где у нас смотрите первая рекомендация как это сделать самое простое правило да это берется двухсторонний скотч вырезается латка и это первый вариант естественно это делается все сверху они снизу потому что снизу бесполезно уже будет протекать вот так вот да вот сейчас я аккуратненько подрежем чтобы все было четко вот так вот следую рекомендациям вот мы берем и делаем латку это вот такой вот первый вариант который предлагают но мне внутренне кажется что он абсолютно не рабочий не действенный поэтому я предложу еще второй вариант более на мой взгляд правильно смотрите у нас здесь получилась такая ситуация мембрану пробили вот щель видите какая некрасивая да как починить некоторые писали что надо заклеить на двухсторонний скотч но мы сделаем хитрее как говорит мой младший или старший товарищ по капелевски чтобы капли сюда не протекали нужно взять вот здесь нас нахлёст пленки немножко поднять вырезать вот таким вот образом пленку вот и завести ее мы сейчас сюда заведем туда и заведем под вот так вот мы заводим под да в нахлёст специально вырезали и немножко даем нахлёст такой вот все немножко нахлестнули да вот здесь у нас смотрите вот у нас нахлёст получается вот такой вот и сейчас мы пристрелим по сторонам все что нам нужно сделаем отлично держи вот так вот пристреливать можно обычным степлером продается в магазине 20 рублей стоит желательно что были скобы потому что холостую не стреляют все монтируем дальше идет монтаж мощнейший манкируем давай просовываю знаешь термин монтируем если честно нет точно так же заводим вот 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 у нас смотрите получается мой под верхнюю вот обратите внимание да мы завели вот чтобы ска скатывались капли все будут попадать про железо они скатывались вниз таким образом чтобы в гараже было сухо и не нужно было подставлять ведро снизу видно все перестали светиться дырочки вот так вот вот видите вот одну сторону мы сделали вторую сейчас я покажу какие еще латочки были здесь делаем вот латочку мы так делали закатывал просто звук и вот так вот растягивали выводил но самое наверно аккуратно монта получилось когда не полениться вырезать правильно и поставить откуда берутся эти дырки 84 досочки набито по 42 с каждой стороны они срочены 3 3 и 3 на 16 метров и в каждую по 20 гвоздей естественно это более тысячи почти 1700 гвоздей 120 они должны насквозь пройти об решетку брусок и стропила зайти видите вот соответственно где-то осечка где-то гвоздь упал дырочку проколол такое случается вот так вот латки сделать можно а с двухскорольным скотчем мне кажется это не будет работать всего всего вам доброго а и и и и и и и Продолжение следует...